Дверь универсальной Дверь универсальной Дверь универсальной Дверь универсаль Главой региона Андреем Шевелевым И исполняющим Обязанности министра финансов Антоном Силуановым Этот вопрос Очень серьезно обсуждался И Силуанов после этой встречи Заявил о том, что в Минфине просьба Тверской Области будет рассмотрена В скорейшем времени Еще одно сообщение от коллег из пресс-службы Правительства. Сегодня распространена информация о ходе решения проблем обманутых дольщиков. Во всяком случае, как сообщается, головная боль пропала теперь уже у собственников квартир многострадального дома на улице Луначарского. Имеется в виду дом номер 32. Михаил и Аня выбирают, кто в какой комнате будет жить. Семья Семенова готовится к ремонту. Сын уже знает, как будет выглядеть его личная территория. Главное здесь телескоп. Мне астрономия нравится. Ну, чтобы у меня есть свой маленький телескоп, чтобы можно было ему удобно подоконник ставить. Идеально ему было бы, конечно, поставить где-нибудь на балконе. Но у меня нет большого штатива, поэтому можно и здесь. Только сейчас, признается Алла Семенова, пришло осознание того, что есть собственная квартира. В 2008 году семья вступила в долевое строительство. Дом с опозданием, но достроили. Однако подрядчик оказался в стадии банкротства. Далее хорошо известный сценарий. Недострой пускают с торгов, и все деньги уходят на выплату долгов. Естественно, не в пользу дольщиков. В такой ситуации оказались 156 семей, участники долевого строительства двух корпусов жилого дома на улице Луначарского. Вот здесь, что называется, работает чиновничий административный ресурс в его лучшем понимании. Это тогда, когда в интересах общества, в интересах граждан ты решаешь ту или иную проблему. Тебя именно поэтому поставили на это место, именно поэтому общество платит тебе зарплату из тех налогов, которые собирает Тверская область. И ты обязан решать проблемы и людей, и в целом Тверской области, которая тебя наняла на эту работу. Ввести дом в эксплуатацию необходимо было до 11 апреля, ведь на эту дату был назначен суд, после которого жилье попало бы в конкурсную массу. На прием в правительство Алла Семенова пришла 30 марта. А 9 апреля дом уже был сдан, говорит хозяйка семейства. Такая сильная к нам команда приехала. И самое главное, не просто там выслушать, да, мы вам очень сочувствуем. Но идите дальше, жалуйтесь, нет. То есть, видите, как можно оказывается не просто выслушать, а самое главное помочь. Летом Семеновы планируют сделать ремонт, а осенью уже рассчитывают переехать. По словам Аллы, не в каждой области к проблемам дольщиков относятся так серьезно. Ну, когда столкнулась вот с этой проблемой, я смотрела, как все это происходит в других областях. И насколько я поняла, что если фирмы находятся в стадии банкротства, обычно дома идут под, скажем так, под продажу, или как там они, администрации других областей, это я вам 100% могу сказать, не так часто идет навстречу нам, жителям, скажем так. А здесь за две недели все подписи были собраны. И вот мы теперь, наконец-то, новоселы. Строительство возобновили еще на трех объектах. Что касается дома по улице Новая 2, то вопрос о его достройке будет обсуждаться на следующей неделе с инвесторами, отметила Ирина Блем. Еще из заметных событий. Погорелый пустырь в районе Орша, недалеко от женского монастыря, перестал быть таковым. Накануне туда съездила Елена Глушкова, посмотрела там все и подготовила материал о глобальной посадке леса. Всероссийский день леса в этом году отмечали необычайно торжественно и многолюдно. Тверская область второй раз принимает участие в глобальной посадке деревьев. И в грязь лицом постаралась не ударить. 800 тысяч саженцев сегодня будет высажено только на Тверской земле. Более 200 гектар. На площади более 200 гектар. Для нас это очень важное мероприятие для будущих поколений. И вот сегодня здесь и маленькие, и ветераны, здесь и люди, которые кровно заинтересованы в этом, говоря о представителях отрасли леса. Но и те люди, которые понимают, что для нас просто наша природа, уникальная Тверская природа. Огромная площадка близ поселка Орша была заранее вскопана. А каждый желающий мог получить специальную посадочную трубу, сеянцы, не путать с саженцами, и лопату, чтобы лично принять участие в празднике. Мне интересно, чтобы наша Тверская область была зеленой, густо засеянной деревьей. Тем более деревья – это наше богатство. Мы должны как-то принимать участие. Мне кажется, если каждый придет на посадку леса, то это будет немалый вклад в развитие лесной отрасли Твери. Я считаю это событие очень важным и ответственным. Мы решили принять в нем участие, потому что лес – это наше богатство, и надо развивать его. Но вот тут его нет, надо посадить. Два года назад на этой территории произошел лесной пожар. Горело долго, а для того, чтобы вернуть былое великолепие, хватило всего лишь одного майского утра. В одночасье на пустыре появилось 20 тысяч молодых сосен. Сегодня нам необходимо принять, и задача такая поставлена, премьер-министром и президентом России, государственную программу развития лесного хозяйства, которая в первую очередь направлена на качественные изменения леса, которые находятся в субъектах Российской Федерации. Посадкой деревьев праздник не ограничился. Работники лесного хозяйства устроили выставку техники для пожаротушения и мониторинга лесного массива. Так что есть твердая уверенность, что хотя бы на этой территории повторно высаживать лес не придется. И в продолжении разговора об окружающей среде, накануне в Тверском ботаническом саду во всей своей красе предстали распустившиеся тюльпаны. Тюльпаны, как известно, улыбка весны. Именно здесь, в нашем ботаническом саду, растут некоторые уникальные сорта этого растения. Окраска тюльпанов бывает разная, от светлых тонов до темных. Так, ежегодно огромное количество людей приходит сюда для того, чтобы запечатлеть красоту их цветения. Фестиваль тюльпанов во многих странах является традицией. Так было и в России до революции. Ее-то Тверской ботанический сад одним из первых и решил возродить. С 1997 года Тверской ботанический сад имеет международный статус. Он не отстает от европейских стандартов и новшеств. Мы очень надеемся и верим в то, что у сада блестящее будущее. Но это будет зависеть в первую очередь от того, насколько он будет нужен жителям города. Судя по тому количеству гостей, которые сегодня на его территории, он все-таки нужен. Началось все с мастер-класса по макросъемке. Детей также учили делать тюльпаны из бумаги. Праздник тюльпанов в Твери – это бал, музыкальный и творческий. Из всех праздников, которые проводятся в ботаническом саду в течение года, он самый популярный. Ежегодно бал тюльпанов посещает около двух тысяч человек. Такая замечательная возможность пообщаться с природой, подышать этим свежим воздухом. Мастер-классы обалденные, молодцы все преподаватели и организаторы всего этого. Очень интересно. Мне нравится то, что это нормальный праздник, естественный, нити, карнавалы с дикими плясками и танцами, рок-музыка и прочее. Мне нравится природа, мне нравятся прекрасные, так сказать, лица, цветы, где можно полюбоваться, походить, послушать песни, посмотреть. Этой весной главным украшением сада стали редчайшие в Твери сорта тюльпанов – «Интериал Флейм», «Блэк Джуевл» и «Солнечная любовница». И еще о ботаническом саде – это наша гордость. Но, увы, коллекция растений сада понесла невосполнимую утрату. Случившийся ураганный ветер сломал в основании почти вековой вяз. И вот что по этому поводу заявил директор сада Юрий Наумцев. Да, на самом деле дерево очень крупное. То есть вяз очень взрослый, ему несколько десятков лет. Оно огромное. И большая проблема будет сейчас, насколько быстро мы сумеем его убрать с территории. А, соответственно, нам, конечно, нужны помощники с бензопилами, потому что дерево очень толстое и простой ножовкой его не распилить. Уже известно, что добрые люди нашлись и этому горю помогли. Теперь к другим событиям. В Твери стартует конкурс по благоустройству. Будет выбран лучший район, лучший двор, лучший пылесадник. В общем, все самое лучшее и самое красивое. Конкурс будет проходить с середины мая до середины июня. Итоги соревнований среди световодов-любителей подведут в День города. Победители во всех номинациях получат денежные премии. Конкурсные комиссии выберут призеров в каждом районе в номинациях. Лучший двор, лучший дом, лучший подъезд, лучший пылесадник и лучшая клумба. Мы ждем заявки от любых людей, которые хотят принять. Это может быть даже не обязательно старший по дому, а просто активный человек, который сажает красивую клумбу у себя. Если он хочет поучаствовать в конкурсе, заявки мы принимаем до 15 мая в администрации Заволжского района. Форма произвольная. Коротко о спорте. Сразу три события. Межрегиональный турнир подзюдо. Тверские борцы здесь отличились. В юбилейный съехались хоккеисты на международный турнир, главным призом которого станет кубок имени Ильи Ковальчука и наш земляк, судья Сергей Ковальчук. Ильи Кулаков вошел в десятку лучших арбитров континентальной хоккейной лиги. Вся информация в кратком обзоре Елены Глышковой. Соревнования провели в гостинице «Юность». На этот раз на татаме за звание лучшего боролись представители подрастающего поколения девушки и юноши до 14 лет. У нас этот турнир проводится уже четвертый раз. Мы начинали его с достаточно небольших соревнований в поселке Маус и вот уже выросли на такой уровень. Свой уровень тверские дзюдоисты доказывали соперникам из других регионов ЦФО. К нам на соревнования приехали с Московской области несколько команд и с Нижнего Новгорода. А так основной участвует вся наша Тверская школа и наша Тверская область, все города практически. Участники турнира охотно демонстрировали свои способности и делились секретами мастерства. Я часто пользуюсь этими бросками. Эти броски у меня научил Золотов Александр Алексеевич. Он называется «Бросок через спину». Я думаю, что смогу победить, но они тоже соперники сильные. Большинство комплектов наград получили воспитанники Тверской школы. В общем зачете дзюдоисты города завоевали 51 медаль. Тверская область по праву может гордиться не только своими спортсменами, но и судьями. По оценке континентальной хоккейной лиги в десятке лучших главных арбитров оказался Тверской судья международной категории Сергей Кулаков. Если эти рубежи наши земляки уже взяли, то тверские хоккеисты еще только начинают свое восхождение к вершине. 14 мая в Твери стартовал четвертый международный турнир Кубок Ильи Ковальчука среди спортсменов 99-го года рождения. В 99-й год у нас хорошая команда. Я думаю, что мы в лучшем тройке должны быть и будем, потому что у нас есть перспективные ребята. А играть, конечно, тяжело, потому что против нас приехали финны, чехи. Это сборная, если не стран, то хотя бы своих округов. Все 12 команд, среди которых 8 иностранных, в течение текущей недели сыграют друг с другом. Готовились мы к этому где-то полгода, потому что сыгрываться надо было, разрабатывать тактику, как мы будем играть с какой-либо командой, настраиваться на турнир. Тверские тигры уже успели обыграть финнов со счетом 6-1 и киевский сокол счет 7-1. Пожелаем нашим спортсменам не снижать темпы и показать игру самого высокого класса. Культура. В пролетарке на сцене нынче юные танцоры. Там открылся третий областной конкурс хореографического творчества среди участников детских школ искусств «Верхневолжская жемчужина». С 2008 года конкурс «Верхневолжская жемчужина» проходит уже в третий раз и неизменно собирает несколько десятков детских танцевальных коллективов из 14 школ Тверского региона, среди которых строгое жюри выбирает лучших. У нас три номинации. Элементы классического танца, народного и эстрадного. Вот в этих разделах и будет определяться победитель. Общий будет бал выставляться за все три элементов. Все участники приехали с хорошей моральной поддержкой в виде друзей и руководителей. И как водится, главное не победа, а участие. Мы показываем свои лучшие номера сегодня. Дети в первый раз принимают участие в этом конкурсе. Вот мои воспитанники. Самые любимые, самые лучшие. На данный момент как бы сольные выступают, я лебедушку танцую. Ну так мы все вместе, конечно, учимся с классом. Они вот сидят сейчас в зале, поддерживают меня. Победители, помимо цветов и дипломов, получат специализированные видеоматериалы для совершенствования такого яркого и экспрессивного вида искусства, как танец. Ну и в завершении выпуска. 15-летний пианист Александр Кутузов все-таки нашел время в своем гастрольном графике и дал большой концерт на родине. Кисти рук, утонченные пальцы, будто аристократа. Вот отличительная черта пианиста. Быстрота и виртуозность его игры впечатляет. Александру Кутузову всего 15, а в его копилке уже десятки российских и международных наград. Сейчас Александр продолжает обучение в Московском государственном колледже имени Шопена, но про родные пинаты пока не забывает. Очередной сольный концерт собрал полный зрительный зал в Тверской академической филармонии. Дисциплинированный. Саша очень одарен. И как одаренный человек он и работал много. И поэтому он достиг таких результатов. Но в прошлом году у него был первый сольный концерт здесь в школе. В этом году он участвовал, уже учась в колледже имени Шопена в Московском. Он в этом году участвовал в Ярославле в конкурсе пианистов. Получил гран-при. И второй раз стал обладателем золотой медали на Дельфийских играх, которые проходили в этом году в Москве. Честно говоря, мы посчитали своим долгом не беспокоить вопросами пианиста перед выступлением. Давайте просто послушаем. Итак, Бетховен. Соната номер 21. До мажор. Аврора. Фрагмент исполняет Александр Кутузов. Фрагмент исполняет Александр Кутузов. Давно не был в филармонии. Каюсь и справлюсь. Удачи. Дверь Универсал Банк. Устойчивое. Динамичном. Динамичном. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok